Абсолютно не верю в биткоин как массовое средство платежа. Всех обяжем знать программирование. Потому что платформы – это для всех. Отдых – это позор. Все самое интересное будет в физическом мире. В этом выпуске Андрей Себран, директор по стратегическому маркетингу Яндекса и главный футуролог Рунетка. Мы обсудим, почему биткоин не заменит фиатные валюты. Сможет ли Фортнайк стать крупнейшей в мире образовательной компанией? Зачем интернет-гиганты идут в оффлайн? Как изменится профессия дальнобойщика? И чему следует учиться сейчас, чтобы взяли будущее? Поехали! Сейчас как раз возможно будет какое-то изменение большое в экономике. Как раз за счет искусственного интеллекта. Ну, либо будет, либо нет. Как обычно, потому что... Это и есть сингулярность. Ну, об этой экономической сингулярности много пишут, но у меня есть ощущение, что все-таки экономика очень сильно завязана на всякое госуправление в любом обществе. Ну, хотя бы потому, что важнейшая экономическая материя, деньги, это все-таки эмиссия Центробанка страны, или эмиссия Центробанка Евросоюза, если это объединение страны. Или привет блокчейн. Во, это одна из причин, по которой я абсолютно не верю в биткоин, как массовое средство платежа. Потому что это предполагало бы, что вот правительство, страны, власти, вот те власти, которые существуют, там первая, вторая, третья, какая угодно, ну да, пресса может быть меньше, но вот, слава тебе Господи, и законодательная, и исполнительная, и судебная, они живут же внутри государства. Это государство, еще раз, не существует в своей финансовой системе. Если у государства убрать финансовую систему, ну, простите, убрать налоги просто, потому что нет своей финансовой системы, что оно тогда вообще делать будет? У него нет бюджета, ему не за что платить денег, не из чего платить деньги госслужащим, да и интерес как-то мало. Ну, и вообще, что такое государство в условиях, когда в экономике у него нет главного финансового рычага. Поэтому предположить, что вот это самое государство скажет, ой, ребята, такие классные эти ребята с биткоином, все, мы убираем руки, мы разрешаем, до этого, причем десятки лет сейчас идет четкое совершенно изменение всех финансовых правил для полной деанонимизации платежей, почему вот там страшно во многих странах давят кэш, потому что кэш это анонимный платеж, развивают электронные платежи, борются со всякими офшорами и зонами, где там не совсем понятно, кто владеет какими банковскими вкладами, и вдруг во всей этой истории появляется некий анонимный платеж, анонимные средства платежа, при этом количество этих денег не связано с решениями центробанков. То есть оно в этом смысле явным образом покушается на государственную власть, причем любого государства абсолютно. И все государства, значит, говорят, ребят, да, окей, вы наше будущее, простите, я устал, я ухожу, да вы что, смеетесь? Поэтому это ровно та же история, которую мы, кстати, видим в примере, если посмотреть на другие власти. Историю про четвертую власть, про прессу, мы наблюдаем вот прямо сейчас в разборках с Фейсбуком и Цукербергом. Потому что, на самом деле, если внимательно посмотреть, что произошло с этими выборами на уровне взаимодействия технологии и власти, четвертая власть, которая, есть такое словечко, я не знаю, как его правильно перевести на русский, гейткипер. Вот эти самые гейткиперы, стражи, окей, назовем их стражами. Вот эти вот стражи, которые определяли, собственно, а что будет обсуждать сейчас наше уважаемое население? Оно будет обсуждать то, что мы решим, ему обсуждать надо. Вот если Трамп, с точки зрения гейткиперов, владеющих каналами массовой информации, не предмет для обсуждения, не надо про него обсуждать, то его обсуждать они будут, ну и потом 5% его знакомых проголосуют. Но вдруг выясняется, что не нужно, что ты можешь его не обсуждать, или ты можешь его только критиковать, мягко скажем. Но при этом есть некий параллельный канал распространения информации, с таким же охватом почти все население, в котором нет гейткипера. Ну и, собственно, после этого все и началось, что, ребята, а чего это? У нас есть там разные правила в нашем обществе. Почему Facebook, являясь по факту неким способом воздействия на общественное мнение, не подчиняется правилам, которые в демократическом обществе обязаны играть пресса? Пресса, как четвертая власть, вдруг вот кусок власти упустила, поэтому одно из двух, дорогой Facebook, либо мы тебя сейчас зарегулируем, либо ты будешь играть по правилам четвертой власти. Ну, окей, пустим тебе. Трудно не признать, что ты власть, но как бы четвертая власть в демократическом обществе имеет свою функцию. Поддерживать это самое демократическое общество так, как мы считаем нужно. Быть тоже одним из гейткиперов. Шкерберг очень долго пытался не быть гейткипером, а сказать, я тут платформа, я ничего не охраняю, я не страш, я платформу предоставляю. Видно, чем это кончится. И это гораздо еще слабее история, чем история про монетарные власти, история про покушение на, собственно, основной инструмент управления людьми, финансы государственные. Поэтому в этом месте шансы... И никто при этом не будет, конечно, их давить на мелочах. Легко заметить, что и Фейсбук никто вначале не давил, как раз во всех странах. Ну, правда, ребята, что-то новое вы сделали. Давайте посмотрим, во что это вырастет. Но как только это станет угрожать чему-то из того, что мы олицетворяем власти, мы, именно потому что мы власти, вас отрегулируем, запретим, установим правила и так далее. И поэтому как раз неудивительно, что в принципе их сразу не объявили вне закона. Конечно, пока это там, не знаю, малейшие доли процента от финансового оборота фиатных валют, конечно, никто не будет регулировать. Но при этом сказать, отлично, ребята, теперь мы потихоньку-полигоньку, а в итоге захватим мир. Нет, никто не даст захватить мир. При этом я, еще раз, я говорю про биткоин как анонимную децентрализованную валюту. Что блокчейн технологий государства с удовольствием возьмет себе на вооружение в свои государственные институты, это, пожалуйста. Блокчейн технологий, которые совершенно не противоречат традиционным механизмам власти, если она в них встроена. Ну, то есть, сингулярность, она вряд ли будет исходить из финансовой сферы и из информационной. Да. Но она может исходить из сферы занятости. Да. И это, собственно, все сценарии, которые больше всего сейчас и обсуждают. Отсюда все вот эти разговоры про гарантированный доход. Отсюда все разговоры про то, что, ребят, давайте будем идти медленно, постепенно. Потому что, ну, вроде те страны, в которых происходит медленное уменьшение длинной рабочей недели, не демонстрируют каких-то бунтов. Потому что в Северной Европе это происходило там когда-то 45 часов, потом 40, потом во многих 38-35. И нигде люди не выходили на улицу, даже малыми группами, верните мне 40 часов, как вы посмели отнять у меня два рабочих часа. Правда, не было таких демонстраций. Ну, вот в Финляндии же был эксперимент и идет эксперимент с гарантированным доходом. Достаточно успешно идет, но время покажет, конечно, что дальше получится, но все же. Как вы думаете, в России может так быть? Думаю, да. Потому что, на самом деле, таких экспериментов, если внимательно присмотреться, их много. И некоторые эксперименты были поставлены до. Ну, то есть, их никто не ставил как эксперименты, так случайно получилось. Например, это территории индейцев в Штатах, где получилось, что на этой территории обнаружена, например, нефть. И при этом представители индейцев как-то были уже достаточно, в тот момент, когда эту нефть образовали, обнаружили, были достаточно образованы с тем, чтобы правильно заключить контракт, чтобы выплачивались заметные деньги индейцам, проживающим в этой резервации. И вдруг оказалось, что вот такие индейские территории, в которых неожиданно индейцы стали не какие-то там совершенно буквально копейки от штата получать, а получать очень большие сотни долларов от нефтедобывающих компаний. Ну, часть, да, спилась. А часть вдруг стала заниматься очень хорошими вещами, связанными с самообразованием, с созданием каких-то культурных школ, музеев, еще чего-то. Причем, казалось бы, могли бы заниматься, может, и раньше, но как-то раньше вот там нужно было у дороги сидеть, продавать ожерелье, потому что жрать было нечего. А тут вдруг оказалось, что когда жрать есть чего, то вполне себе там то, что называется творческая энергия, вдруг действительно проявилось. То есть, вот такие разные, анализ разных исторических ситуаций показывает, что в целом вот такого ужаса, что это убьет человечество, что вот необходимость трудиться, это то, что делает человека человеком, это, по-моему, вот не совсем так. То есть, человек, совершенно, самый, не знаю, самый счастливый человек, это не тот, который ходит на работу, исключительно из тех соображений, что он с голоду помрет, если не будет ходить. У него другие мотивации. Вопрос про образование. Вот как оно изменится? Про это много кто пишет. Вот тот же Билл Гейтс, про него рассказывали, что будут у нас интерактивные учебники. Тот же Кай Фули говорил о том, как искусственный интеллект изменит образование. Но при этом вы сами в одном из интервью сказали, что образование прям глобально поменять очень тяжело, потому что нет KPI каких-то, чтобы оценивать эффективность. Ну, похоже, что да, но я думаю, что они с этим справятся, потому что вообще сейчас какие-то попытки делаются все-таки разработать методики измерения не чисто знаний. Ну, в общем, вот то, что у Гейтса написано, мне страшно понравилось, там происхождение проблемы описано очень внятно, что вот история с образованием как процессом передачи знания, в те времена, когда знание было крайне редким и мало кому доступным ресурсом, имело смысл. И вся эта цепочка выстроенная под то, что не каждый может доехать до университетской библиотеки, не каждый имел возможность живьем оперу слушать и еще чего-то. И поэтому, когда у тебя возникает человек, у которого есть вот такое знание, которого нет у других, он может это передавать, соответственно, людям, которые сами до оперы никогда не доедут. В современной ситуации, когда знание, ну вот у тебя и у меня в кармане, возникает вопрос про то, какие умения нужны, ну, в частности, чтобы такой доступ к знаниям давал, ну, чтобы толк из него был. А как вот такие умения мерить, как бы освещенных веками методик нет. Вот все экзамены, которые на проверку знания, они разные модификации, но они, в общем, действительно, там, вековые традиции. Как проверять знания. Как проверять умение думать, ну, как-то... Умение меняться. Умение меняться, да. Это все вот история, которая, к сожалению, есть какие-то способы это измерять. И в каких-то местах, там, того же физтеха, например, это делали, но это плохо тиражируемое умение. Вот классика физтеха, которая позволяла в те времена, когда не было никакого интернета, а были только учебники, но, тем не менее, разрешалось любой учебник приносить на экзамен. И вроде бы, конечно, неплохо, и она сработала. То, что ты понимал, что тебе не надо ничего выучить, но ты черт должен понимать, что в нем написано, потому что вот понять ты не успеешь в процессе экзамена. А проверить, что я не помню точно вот этот вот финт в доказательстве теоремы, потому что понятно, чего от меня хочется, но это требовало преподавателей, которые могли под каждый такой экзамен придумывать задачи, которых никогда не было до этого. Это тоже, между прочим, очень нетривиальный уровень преподавателя. Придумывать новые задачи, ответов на которых негде подсмотреть. То есть поэтому не тиражируемые, потому что задачи тяжело придумывать? Да, потому что придумать задачи не на знание, а придумать задачи на понимание материала – это отдельный и очень тяжелый навык. И их надо, к сожалению, придумывать поточно, если все экзамены такие и для всех. И это, по крайней мере, та проблема, которая лежит на поверхности. А во-вторых, единственный ли это способ? Для физтеха и для естественных наук может и нормальный. Когда ты готовишь ученого, ученый не должен применять знания на практике, в том смысле, что он знает, что все уже написано в этом учебнике, теперь главное применить его к эксплуатации установки. Это инженер. Ученый на основе того, что он прочитал в учебнике, должен какую-то научную новизну произвести и написать научную работу, диссертацию, сделать открытие и так далее. Его этому учат. Но, прости, вообще-то не факт, что всех надо этому учить. И как проверять гибкость ума человека, который при этом совершенно не собирается становиться ученым, ни фига его знает. Кажется, Кевин Келли в своей книге пишет, что к 2030 году самой крупной компанией в мире будет не Google и Facebook, а какая-то образовательная компания. Ну, может статься, потому что видно, что как раз все, о чем мы сегодня говорим, это история про то, как менять навыки человека для того, чтобы он мог адаптироваться к новым возникающим специальностям, чтобы он просто себя чувствовал комфортно, потому что он чувствует, что он умеет адаптироваться. Это все процессы обучения. Это все процессы образования. Мы все используем по старинке. Вот, не знаю, у меня в свое время был разговор с той же, как и Дафной, которая авторша Курсеры, создательница Курсеры. Она, я сейчас не вспомню точную метафору, но там было примерно так, что вот то, что сейчас онлайновое образование делает, это напоминает ситуацию, когда вот появились какие-то средства, там, записи, трансляции, но еще нет кинематографа, и поэтому ты просто вот ставишь камеру в театр, и это вот как бы записывается. Но кино – это другой жанр. Это не просто записанное на пленку, происходящее на сцене в театре. И вот это кино и оно еще не создано. Потому что, конечно, онлайновое образование, оно должно быть, там, не знаю, кино и виртуальной игрой, там, компьютерной, еще чем-то, а не просто записью. Ну, вот представь себе эти стадии, что вот у тебя есть, там, не знаю, «Война и мир», и вот эта «Война и мир» у тебя исполняется на сцене, там, в каком-то сокращенном варианте. А потом есть, там, сериал «Война и мир», есть полный метр «Война и мир», есть компьютерная игра «Война и мир». И вот это форматы все того же сюжета, но которые вот совершенно по-другому взаимодействуют с человеком. А вот канонические – это взять и прочитать «Войну и мир». Ну, вот мы сейчас находимся там на уровне того, что вот люди могут прочитать в образовании, или, если они пошли и там, значит, взаимодействуют с профессором, ну, со сценой им что-то зачитали. А онлайновое образование пытается записать этот процесс чтения со сцены. Какой должна быть, на ваш взгляд, образовательная компания? Мы не знаем, мы не знаем это, я как раз очень хорошо могу понять, потому что это история про то, что когда интернет начинался, первое, что в нем возникло, ну, вся рекламная модель, первое, что в нем возникло, это возникла очевидная калька. То есть, вот так как мы понимали, что мы можем разместить рекламные объявления на полосе газеты, журнала, окей, мы на сайте можем разместить баннер. И все, и деньги пошли, и вот это стало называться, вот, а, ну, на него можно кликнуть, и в этом великое отличие. И, кстати, да, это был хоть какой-то интерактив, и деньги начали перетекать в интернет, но мы близко не могли себе представить, что не на кликабельности баннера, а на гораздо более непредставимых в старых медиа идеях, идеи поисковой рекламы, контекстной рекламы, таргетированной по интересам, по всему, ну, то, на чем живет сейчас там, не важно, Facebook, MyTarget, Яндекс, Google, это такие типы рекламы, которые вот в момент возникновения рекламы в интернете представить себе никто не мог, потому что единственное, что мы знали, как устроена реклама в обычных медиа. И казалось, что вот этот вот единственный шаг, что теперь на нее можно кликать, это и есть та самая суть. А то, что вообще-то реклама должна быть, ну, может быть, привязана к сиюминутному интересу, как, например, то, на чем поднялся Google и Яндекс, поисковая реклама, в голову не приходило, аналога такому не было. Когда вот что-то такое произойдет в образовании, в чем оно будет заключаться? Ну, тот, кто это первое сделает, он вот станет там... Или тот, кто последний, это сделает хорошо? Ну, сложно сказать. Тут сейчас на самом деле, да, может быть и так, конечно. Facebook и MySpace. Ну, да, 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 может быть и так. Ну, в общем, тут есть шанс стать еще одним, там, не знаю, Брином, Воложем, Цукербергом. Вопрос такой, что вы думаете про Fortnite? Может ли Fortnite быть такой платформой образовательной? Черт его знает. Может быть, потому что он точно может быть, и это уже показано, платформа развлекательная, и это такой вот... И социальная. Ну, социальная пока еще не очень понятна, насколько-то, но, по крайней мере, что это вот такое супер будущее развлечений, причем развлечений уже там сливающихся с жизнью, с живыми артистами, которые там выступают и так далее. Вот, кажется, про развлечения точно может. А как бы тренд, который есть в традиционном образовании, это тот самый пресловутый эдутейнмент, когда у тебя образование и развлечение, ну, в рамках пока еще традиционных форматов, как-то сливаются, что человек должен быть заинтересован, мотивирован, в том числе через игровые механики. Поэтому само по себе игра и образование, оно даже в классике сочетаемо. Поэтому, может быть, на платформе Fortnite это тоже будет, поскольку с развлечением там все кажется окей уже, как туда может быть привнесено что-то образовательное. Не вижу запретов, я не знаю, как именно это сделать, но не видно с разбега, чтобы там было... Точно не срастется, что есть фундаментальная какая-то засада в этом месте. Вполне может сложиться. Может ли Fortnite быть конкурентом Facebook? Ночной каши Март Сукерберга? Не знаю. Не знаю, потому что на самом деле, по большому счету Facebook играет на тщеславие. То есть, движущая сила, если так внимательно посмотреть, это тщеславие человека, который себя демонстрирует, знаешь, это именно себя показать, других посмотреть, это уже вторичная задача. Тщеславие и Фомо. Ну, Фомо тоже, но, по-моему, Фомо – это все-таки уже следующий уровень рефлексии. А это вот действительно, как выйти пофланировать по бульвару в 19 веке, себя посмотреть, людей посмотреть, себя показать. Причем в Facebook все-таки себя показать доминирует. Себя посмотреть. Себя посмотреть, да. Вот кажется, что все-таки, ну что ли, наличие внешней задачи совместной игры, еще чего-то такого в Fortnite не дает возможность такого самолюбования. То есть там надо что-то в игровой механике менять, чтобы можно было перевести внимание на себя, а не на то, что ты там чего-то делаешь. Ну, кажется, там ведь как раз и зарабатывают в основном на внимании к себе, когда покупаешь какие-то всякие артефакты, которые надеть можно. Ну, то есть да, в этом смысле, да, наверное, частично это можно, но все-таки вот там это все пока очень ограничено. То есть там все-таки слишком много экшена, которые, ну вот, оттягивают внимание от игрока и от тщеславия. То есть как это можно модифицировать, не знаю. Я ни разу не сценарист и не психолог, поэтому это явно сценаристы и психологи. Но как среда, я думаю, что да. То есть, не знаю, может какой-то гибрид между Fortnite и Second Life, который вот Second Life в этом смысле был гораздо... Но не полетел, кстати. Да, вот он как раз... А Майнкрафт полетел. Ну, тут... Вот художник, художник, понимаешь, художник не занимается инженерным размышлением, почему он что-то видит, и это свое видение воплощает, и оно вдруг взлетает. Ну и даже у великих художников не все сразу взлетало. Ну, естественно, естественно. И тогда требовались века, чтобы... Да, я просто про то, что здесь бесполезно рассчитывать, что давайте мы внимательно проанализируем, поймем, что взять отсюда, а потом слепим так. Оно будет, скорее всего, таким не очень жизнеспособным и довольно искусственным созданием, которое людей не возбудит. А кто-то вот придумает какую-то странную, смешную идею. Ну, сейчас, когда вот смотришь все эти коммуникационные среды, ну, фильтры в Инстаграме, всякие ТикТоки. Но ведь, черт, кажется полным маразмом. Но на самом деле... ТикТоки, да, еще тот маразм, кажется. Ну, слушай, а фильтры в Инстаграме? Особенно сейчас, когда там пошли пользовательские фильтры, там отдельная история. Я думаю, они там сейчас обо многое обожгутся. Кажется, пора скачать Инстаграм и посмотреть. Ну, просто понимаешь, что в тот момент, когда тебе дают доступ к копии, пока это сам Инстаграм производит, там, понятно, вот красивые кошачьи ушки, блесточки и так далее. Как только это дают в руки художнику, художник, первое, что хочет сделать, художники, они... Чертый квадрат. Да и нет, ну, вырастить там, ну, понятно, что на лбу. Ну, вот. А это уже, как ты понимаешь, не для Инстаграма с детишками и так далее. Вот. Я просто видел, есть такой фильтр, но, так сказать, не в официальном варианте. И просто эта история про то, что как только туда придет совсем народное творчество, не цензурируемое, там возникнут все те проблемы, которые возникли у большого Фейсбука. Поэтому, я думаю, они не допущат этого дела. Там будет очень жестко контролироваться. И это, опять же, история про платформы, которые вроде сначала создаются как открытые, и очень быстро становится необходимым вводить запреты, цензуру, ограничения, политики и так далее. То есть, экономика платформ в какой-то момент тоже вот это вот. Сломаем всю старую экономику, потому что платформы — это для всех. Не-не-а. Очень быстро выясняется, что нет. Давайте о детишках как раз поговорим. Сейчас, мне кажется, ленивый только не жалуется на общее школьное образование. Ну, наверное. И вы как-то говорили, что на самом деле большинству людей больше и не требуется, в том смысле, что люди и не хотят, больше их устраивает. Там обычно какая-то жизнь без попытки чего-то создать, творить и как-то менять будущее. Ну, это, в общем, простите, не новинка. Оно и раньше всегда так было. Безусловно. Я с этим согласен. Вопрос такой. Вот если мы хотим, чтобы вот этих всех людей, кому все равно, тоже взяли в будущее, нам нужно их как-то заинтересовать, вовлечь, убедить, чтобы они учились и развивали. Так, а я думаю, что это на самом деле не связанная тема в лоб, потому что, ну, прости, ну, например, ну, возьмем резкий совсем пример, многодетная мать. Это что, вот человек, которому нет дороги в будущее? Типа в будущем детей не надо воспитывать? Если она при этом не построила себе профессиональные карьеры и, прости, программированию не научилась, ее в будущее не возьмут? Ну, вот нормальная совершенно человеческая функция. Человек просто действительно реально воспитывает детей и все время этому отдает и как-то не очень парится, что ей надо еще успеть между этим что-то заработать, хотя бы там ночью, сидя за компьютером. Ну, это достаточно сложный пример. Мне скорее в голову приходят примеры, ну, тех же подростков, которые учатся в общеобразовательной школе и не сильно хотят что-то еще делать. Мне даже знакомых в такой пример рассказывали, что вот и даже в компьютер играть не сильно хочет, иногда там играет, учить ничего не хочет, развиваться никак особо не хочет, получать профессию не хочет, и вуз тоже особо не тянется. Вот нужно ли как-то воздействовать на человека, попытаться его вовлечь, заинтересовать? И должно ли это делать система образования? Слушай, вот я тут не очень понимаю, кто кому чего должен, потому что это вопрос про то, ну, кто заказчик будущего этого человека. если считать, что он сам и он прекрасный, вот у меня есть знакомые, которые, ну, там, не знаю, особенно в те годы, когда я в школе учился, отчасти почетным было после этого пойти работать дворником, а не вступать там в комсомол, а не вступивши в комсомол, у тебя ноль шансов поступить в институт и так далее. Ну и нормально. И люди совершенно не страдали от того, что они никакой профессии не овладели. То есть, это, на самом деле, если говорить про то, что мы, то есть, ты говоришь, должен, если вот есть какой-то общественный заказ, мне хочется понять, кто и как его сформулировал, и, главное, по какому праву. То есть, у меня есть подозрение, что выбор человека надо уважать. Может быть, единственное, что нужно делать, нужно этим ребятам как-то объяснять, что вообще то, что ты сейчас делаешь, это тоже выбор. То есть, вот, если ты выбрал, ну, грубо говоря, лениться, плохое слово, но если ты выбрал не упираться, не гнаться там за карьерой, не знаю, лежать и созерцать звезды, ну, и какой-то еды мне хватит. Окей. Но только ты должен понять, что ты это выбрал. То есть, наверное, вот такой, не очень люблю термин осознанность, но это таки, да, вот некая минимальная осознанность, что когда человек принимает какое-то решение, и он говорит, да я ничего не принимал, Гарриенов все огнем, это выбор. Вот Гарриенов все огнем, не буду я ничего решать, это выбор, хочешь или не хочешь. Вот, и поэтому как-то минимально обучать человека, рассказывать человеку про то, что не все выборы являются вот поставлением галочек в бюллетене, а иногда то, что ты считаешь, ничего не буду выбирать, пусть все само, ты выбрал. А дальше все-таки, мне кажется, что это, ну, может это неправильно, но что это нормальное человеческое право выбора делать самому, насколько осознанно, насколько глубоко продуманно, это уже дело каждого. Но делать выбор за человека, что вот, а давайте мы сейчас всех обяжем там, поступить в институт, или всех обяжем знать программирование. Ну, что-то мне это не очень нравится. Давайте теперь посмотрим на другой конец спектра, на трудоголик. Я помню, что в последнем вашем подкасте говорили, что трудоголики, на самом деле, те люди, которые от потери работы больше всех пострадают, потому что у них вот был смысл пахать, и они тратили всю жизнь на это, а теперь вдруг смысл пропадает, им нужен этот смысл где-то искать изнутри. На самом деле, и вот мысль тогда была, что нужно уметь отдыхать. И вот то, что вам во многом самому в жизни помогало, это то, что вы умеете отдыхать, научились этому еще там давным-давно, когда работали коллектором. Спасибо. Коллектор. Так вот, но при этом это как бы противоречит другим каким-то вещам, которые мы наблюдаем. Например, также школа 21, в которую вы ходили в конце прошлого года, там ребята пашут без выходных, потому что здесь то, что вы делаете, круче, чем то, что вы можете делать на выходных. То есть они не отдыхают. Ну или, окей, в бассейне они не отдыхают, потом, когда не бассейн, уже вроде как отдыхают, но мало. Первый пример. Второй пример. Это китайские стартапы, где они работают 9-9-6, толком не отдыхают, выкладываются, и при этом они достигают успеха, потому что, если они не будут так пахать, другие стартапы займут их место, и они как бы в будущее не попадут. Вопрос. А как же тогда это совместить? Умение отдыхать с одной стороны и необходимость пахать для того, чтобы в будущее попасть? Как ни странно, я снова сейчас начну рассказывать про выбор. Это означает, что человек должен опять же понимать, что он это выбрал, а не то, что другого пути нет. потому что история про то, не надо ссылаться на современную культуру стартапов, хоть китайских, хоть в долине, хоть российских. Культовой книжкой физиков моего поколения была книжка «Понедельник начинается в субботу», и название было ровно про это. Как известно, сотрудники ничего, они потому в субботу приходили на работу, потому что им скучно было отдыхать в выходной, и в воскресенье это был день, когда нечего делать. Поэтому они работали практически в системе этого самого китайского стартапа. История про культ такой работы, когда тебе интересно работать, это история сильно доинтернетовская. Просто понедельник начинается в субботу, очень яркое проявление этого культа, а потом я его живьем видел в том самом хурчатнике, где сам работал. И жил по этому принципу, но опять же, поскольку на физтехе еще понял, что те, кто при этом, когда чувствует, что уже чего-то немножко плывет, уже медленнее на самом деле, думаешь, начинаешь это в какой-то момент ощущать, но при этом начинает срабатывать тоже у меня нет выбора. Я, конечно, уже торможу, но я должен. А вот тут надо понимать, что ты ничего не должен. То есть, ты уже тормозишь. И это имеет смысл делать, пока тебе в кайф. Как в тот момент, когда это становится неизбежной обязанностью, ты уже думать не можешь, но ты не имеешь права оторваться и посмотреть сериал, потому что ты должен продолжать решать задачу, что еще не кончились 12 часов твоего трудового дня, а ты должен хрен с ним, пойду-ка я посмотрю сериал. То самое коллекторство, окей, не буду я еще два учебника читать и 400 задач решать на каникул, хуйду-ка я нафиг камни таскать. Долгосрочно это, кажется, сработало. То есть, то, что пресловутый термин выгорания, который я знаю, что когда я это слово употребляю, например, в Фейсбуке приходят люди и говорят вот ровно то же самое, что я слышал 50 лет назад, что это все блажь, это просто лентяй пытается свою лень прикрыть, человек должен пахать. Только тогда нам говорили, что мы должны все пахать вот так на благо построения коммунизма. Что твоя задача это для того, иначе ты тунеяйца. Отдых это позор. Вот этот вот культ работы, на мой взгляд, это лишение человека вот этого выбора. Когда человек чувствует, что ему некомфортно и сейчас для того, чтобы получать дальше кайф от работы, я, прости меня, в этом смысле гедонист. Я считаю, что жить надо, чтобы получать удовольствие от хорошей работы, от того, что ты делаешь что-то качественное для людей, от того, что ты создаешь там прекрасные продукты, ты ловишь кайф. В какой-то момент ты понимаешь, что ты кайф перестаешь ловить, потому что ты устал. Для того, чтобы дальше получать кайф от процесса работы, надо отдохнуть, переключиться, еще что-то сделать. Потому что вот вся эта работа, когда эта работа в кайф, и ты сидишь действительно потому, что тебе скучно дома, и ты пришел на работу, а не потому, что на самом деле очень хочется полежать. Ну, я же должен пойти на работу. Вот это бред. То есть, в этот момент тебя, вот эта вот установка, что раз ты стартапер, у тебя не должно быть выходных, а какой нахрен отпуск? Что на слово отпуск, у тебя стартап? Вот в этот момент начинают срабатывать внешние установки о том, что ты что-то должен. А их я не очень люблю. Вы говорили о том, что будущее в командной работе. Конечно, с этим невозможно не согласиться. Я говорил. А то вот мир вокруг показывает, что это не так. Да. Просто я хочу продолжить эту мысль следующим образом. Для того, чтобы командная работа была эффективной, нужно, чтобы все находили друг с другом общий язык. Вопрос. Как маркетологу, ну или, грубо говоря, человеку, такому художнику находить общий язык с программистом? Питон учить? И как наоборот, программисту находить общий язык с художником? Не думаю, что для этого надо программисту пойти закончить какие-нибудь художественные курсы, а там, не знаю, копирайтеру, вот хороший пример, например. Возьмем конкретный пример, с художником чуть сложнее, хотя тоже можно взять дизайнера, который прекрасно договаривается с программистом. Но и возьмем, например, копирайтера. Вот программисты очень часто немножечко косноязычные. Это нормально. Зато код очень красивый пишет. И копирайтеру совершенно красоту кода понимать не надо. Но ему надо понимать красоту решения задачи этим кодом. И рассказать про это людям. А программисту нужно донести смысл того, что делает его код, пусть как угодно, косноязычный до копирайтера, который это красиво расскажет. И в этом смысле просто это реально очень упрощенная модель куча взаимодействий, которые я наблюдал и наблюдаю сейчас. Когда ребята, которые не очень умеют сами рассказать, что, но могут показать. А вот теперь расскажи людям, как это классно. И копирайтер это рассказывает. Потому что он умеет словами. Оба работают в неком смысле в текстовых редакторах, но у них немножко... Но немножко в разных, да. И у них прекрасно получается... Главное, что они понимают, что они друг от друга хотят. Это, собственно, ключевая история. Та же история с дизайнерами. Ну, сейчас, правда, многие дизайнеры немного умеют кодить, просто потому, что быстрее и проще набросать прототип, когда ты чуть-чуть умеешь каким-то из языков пользоваться. Но, в принципе, графические дизайнеры прекрасно находят язык с программистами, когда они просто обсуждают функционал. И программист говорит про то, что это вот так будет. Да, но чтобы человеку было проще понять, это было интуитивно понятно. И сейчас ни одному программисту, ну, и по крайней мере, массовых сервисов не надо объяснять, что необходимость интуитивной непонятности того, что он делает. Сейчас, по-моему, трудно найти программиста, который будет говорить, ну, ладно, прочитает мануал, сдаст экзамен и сможет работать. Никто не выполняет, не выпускает сейчас продукт с такими условиями. И поэтому они с дизайнером в итоге договариваются. Я это, опять же, много раз видел живьем, как это происходит. Ну, да, спорят по дороге, так это нормально. То есть здесь, как раз, главное, уметь найти вот то место, где ты говоришь какую-то часть обсуждения, где вы используете одинаковые слова в одинаковом смысле. Потому что, конечно, если там оказывается, что просто язык не совпадает, они не могут понять друг друга. Но, как правило, любой внятный программист может договориться, что вот этот кусочек словарика интерпретируется одинаково и им, и дизайнерам, им, и копирайтерам, им, и маркетологам. А дальше у них пути расходятся, потому что программисту не интересен этот птичий язык маркетологов, а маркетологу непонятен, собственно, тот язык, на который он пишет код. И ничего. Немножко сменим тему. Яндекс. Где вы видите Яндекс через 5-10 лет? Ну, везде это, конечно, выглядит очень пафосно, но я твердо уверен, что все самое интересное будет в физическом мире. Мне вообще не представляется сейчас суперинтересным развитие каких-то вот таких сервисов, которые живут исключительно на экране и являются чисто информационными. Или даже, в общем, чисто эмоциональными, потому что только что мы о Фортнайт поминали. Прелесть Фортнайта в том, что вот там стали появляться лайвы живых людей и в том, что он так стал проникать в реальность. А прелесть текущего развития Яндекса в том, что он стал еду доставлять. Или там такси подавать. Или там какие-то хрени, которые в автомобиль можно вставить, производить, проколонку и так далее. То есть я про то, что видно, что на самом деле все самое интересное сейчас происходит на самой границе, когда ты не можешь просто ограничиться кодом, который где-то исполняется на серверах и потом выводится на экран. Это уже, как ни странно, немножко прошлое. Будущее – это код, который даже не понимаешь, что где-то исполняется, просто с этим чайником можно потрепаться, если больше не с кем. Лишь бы он тебя не оскорбил. Ну да, а то еще и плюнет. Ему есть чем. Поэтому я про то, что... Понятно, что умный дом – это как-то такая навязшая в зубах уже история. И там вот, да, все эти холодильники, которые там следят за твоей диетой и отказываются тебя кормить после шести вечера, это запираются на замок и все. Или наоборот просят дверь закрыть. или просят дверь закрыть. А сумный сам такой, иди закроем. Но это понятно, что все как бы лежит на поверхности, но я думаю, что вот истории про умную среду, умное устройство, которое не обязательно должны с тобой обсуждать анекдоты, но которые вдруг делают твою жизнь более комфортной, ну это вот да. Это более такая интересная штука, чем там усовершенствование какого-нибудь чисто виртуального сервиса, класса почты какой-нибудь. Я думаю, что поэтому вот таких явным образом торчащих в материальный мир сервисов будет больше. Я не знаю, к счастью, не знаю, какие они будут через пять лет, потому что ну вот если пять лет назад нам сказали, что мы будем покупать партию еды, это такие ребята, которые продуктовые заказы делают, потом их можно из дома. Че? Точно пять лет назад это вызвало бы там у кого-то скепсис, у кого-то просто откровенный хохот. Ребята, вы понимаете, что мы информационный сервис, мы тут это все богатство информации в интернете, ну да, мы там эту информацию собираем там с автомобиля, но при чем тут еда? Да еще, чтобы ее там домой кому-то возить. Про что вообще? В январе беспилотник Яндекса очень классно засветился на конференции в Калифорнии. О, да. Действительно, он прокатился по улицам Лос-Анджелеса, там ютюбер все записал, выглядит очень круто и действительно впечатляет. Думаешь, ну вот уже готовый продукт, посадись и езжай. Вопрос, когда мы таки сможем ездить на беспилотных такси? А вот Маркус очень правильно говорит, что мы это говорим здесь все время, ну Маркус это вот автор этого ролика, мы это и здесь все время говорим и как-то люди не очень хотят слышать и все говорят, что да ты попробуй, вот не каждый живой водитель от Калининграда до Владивостока, да, а еще не каждый по бездорожью на рыбалку в знакомое болото. Ну это вот... Там как бы не каждый прогрессит. Ну да, как бы не про это вообще задача, потому что, ну вот если внимательно посмотреть, как там любое будущее приходит, происходит, оно всегда, когда в каких-то локальных либо областях, в том числе и территориальных, либо каких-то отраслях деятельности, а потом оттуда расширяется. И собственно видно, что все идет к тому, что вот действительно сначала, ну вот в нашем случае, я не знаю, Сколково, его окрестности, там Иннополис, а потом блядишь и Казань, она не очень большая и в общем относительно информатизированная в том смысле, что там камер будет много, еще чего-то там, не знаю, 5G они быстро развернут, то есть, как бы инфраструктура для комфортной работы беспилотника будет, да, сначала создана в отдельных точках. Или вот как американцы, сейчас вот если смотришь на американские стартапы беспилотные, они запускают, например, шаттлы. Ну да, на самом деле нормальная задачка. Вот есть конкретный маршрут и собственно Маркус про это и говорит, что понятно, что эти ребята обкатали какой-то район Лас-Вегаса, но это же классно, то есть вот в этом районе Лас-Вегаса уже можно на нее, понятно, что если не надо отсюда доехать до Нью-Йорка, но зачем? Есть таксопарк, который все равно только по Лас-Вегасу и ездит. В Америке вот там есть такая классная штука, для развития беспилотников классная, это retirement communities, то есть поселение, грубо говоря, пенсионеров, не знаю, как правильно перевести, там, казалось бы, идеальное место для беспилотников. Ну слушай, если внимательно присмотреться, их будет много, потому что есть беспилотные грузовики, при этом, опять же, смотри, что делается во всем мире, что далеко не обязательно беспилотный грузовик, опять же, выполняет все функции грузовика с человеком за рулем. До терминала доехать. Да, 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 это между хабами, потому что, да, чудовищное вождение этой фуры внутри узких улочек, проблемы там очень странных заездов на какие-нибудь площадки, которые ни на каких Google Maps вообще не присутствуют, непонятно, как по ней ездить. Потом еще задним ходом сдать, просить шесть мужиков выйти, покричать всем, чтобы никто не стал заманить. Конечно, а уж там разгрузка на стройплощадки, которая вообще требует там прецизионной совершенно управления этой штукой, ну нет. Но есть зато огромное количество вот того, что называется длинное плечо, когда у тебя от одного логистического центра, который, кстати, вполне способен, он сам внутри автоматизированный, там уже вполне роботы разгружают машины, и вот оттуда догнать до другого, а последнюю милю там уже на фургончик развезут люди, ну нормально. Практическое же решение в Европе существует, это компании, которые возили руду просто от месторождения до порта, где ее грузят на корабли, потихоньку вот замещаются компаниями, которые эту конкретную штуку, а это отдельная компания, оказывается, вот компания, которая умеет обслуживать вообще 20 километров трассы, вот от порта до месторождения, до рудника. И вот эти 20 километров трассы, там, кстати, не нужен супер такой беспилотник, там редко встречаются играющие дети, там вообще жилья по дороге нет, там можно обеспечить апдейты просто ежедневным облетом дронов, поэтому там нет проблемы, что спутник или любое другое высокого разрешения фотографическое изображение редко обновляется, там каждую ночь скатившийся камень, можно утром запечатлеть, когда прилетит дрон, поэтому там куча технических проблем снимается, и это будут вот такие ареалы фикси, сначала какие-то места более-менее, аэропорт в конце концов, я в куче аэропортов вижу, на западе не у нас, вот эти монорельсы или просто поезда между терминалами, которые давно уже без водителей. Но в Лондоне часть подземки, надземная часть вот эта в Сити как раз уже давно есть. Вот эта вот часть уже, потому что опять же аэропорт, это вообще идеальная территория, потому что очень зарегулирована, поэтому что это скоро будут не только поезда, которые вот возят между терминалами, но и тот автобус, который сейчас человеком управляется, который тебя от дверей до трапа довозит, но ты же понимаешь, что эта задача на порядок более легкая, чем съесть на рыбалку, на два порядка, вот, и при этом вот такие автобусы и соответственно водители этих автобусов, они, наверное, первыми потеряют работу. А потом это будет там от этого аэропорта до там трех ближайших гостиниц, а потом просто там до всех гостиниц этого города. Ну, то есть это будет вот такое расширение, это не будет история про то, что беспилотник сразу вот решит все задачи человеческие, потому что не стоит такая задача вот заменить машину, на которой человек может съесть на рыбалку. Зачем? Ну, пускай на рыбалку за рулем своим и ездят. Вообще на квадроцикле ездят. Вот беспилотный квадроцикл, по-моему, даже никто не пытается придумать. Мне кажется, эффект для общества гораздо больше будет, если мы автоматизируем перевозки от хаба до хаба на дальнобойщиков, чем когда мы автоматизируем перевозки на рыбалках. Да, и при этом на самом деле американцы в этом месте мне понравилось в какой-то из разговоров, услышал у них прекрасную мысль, что при этом мы даже можем не психологически напрягать этого самого водителя. Я не знал, оказывается, большинство траков американских, они, во-первых, частные, но это я догадывался, что это не обязательно большие компании, это вполне себе человек просто, у него такое орудие труда, он как бы самозанятый, но они у них почти у всех в лизинге, они не покупают эти траки. А дальше они говорят, слушайте, нам совершенно пофигу с точки зрения формальной модели бизнеса, что мы ему даем в лизинг. Сейчас мы ему даем в лизинг трак, и он проводит сколько часов он имеет право, потому что там еще куча датчиков, которые следят, сколько времени человек проводит за рулем, усталость и так далее. Он проводит свои 8 часов в день за рулем, спит в этом же траке, в нем же играет в какие-то игрушки, теперь смотри, мы ему даем в лизинг беспилотный трак. Он сидит дома, спит, играет в игрушки, остальное, ну там в случае чего принимает может какое-то решение, когда с траком что-то случилось, он к нему обращается, хозяин, помоги. Все, то есть вообще с точки зрения экономической модели у этого человека не изменилось ничего, но время он проводит гораздо с большим кайфом. Да, действительно, то есть ответственность все равно на нем остается, как бы следить за этим, но ему необязательно находиться за рулем. Да, при этом он принимает другие решения, типа вот какой груз он повезет, он больше времени может провести, выясняя какая там оптимальная логистика, у кого загрузиться, куда повезти и так далее, потому что у него на это теперь все время, а не только то, которое свободно от вождения. То есть вот этот момент меня вообще поразил, что действительно, если это просто средство, которое находится у человека в лизинге, то лизинговой фирме абсолютно пофигу, что ему сдавать. Лизинговой фирме не важно, кто сидит за рулем. То есть даже экономическая модель старая срабатывает, а человек при этом остается владельцем, у него жизнь имеет смысл, потому что он силами своего автоматического трака. На самом деле, они говорят, что это модель, которая у фермеров. В тот момент, когда фермер стал не выходить из дома, а сидеть за пультом, потому что у них есть уже заметное число ферм, где больший процент, не все, но больший процент сельхозработы осуществляется управляемым трактором, под контролем какого-нибудь дрона, еще там датчики влажности, еще чего-то стоят. И на самом деле фермер работает, но он работает гораздо менее напряженно. Он там сидит, в общем, не то, что прямо рычажками управляет, но он сидит за каким-то пультом, смотрит, как идет процесс, попутно можешь книжку читать, телевизор смотреть. Ну вот, вот так выглядит, например, автоматизация сельского хозяйства. Человек занимается тем же, у него смысл, кстати, вот если мы говорим о смысле жизни, что мы отнимаем смысл. Нет, он занимается тем же, он снабжает едой других людей, но только вместо того, чтобы сидеть 8 часов в кресле трактора, он сидит в кресле перед довольно сложным пультом и читает книжку. Иногда, в случае чего, принимает решение. То есть, это все не так страшно выглядит, как нас пытаются все время испугать. Андрей, давайте перейдем теперь к Блиц. Ну ладно. Короткий вопрос, короткий ответ. Прямил спинку, да. Поехали. Computer Science или Data Science? Data Science. США или Китай? Китай. Инженер или художник? Плохое противопоставление вместе. Эпикуриец или трудоголик? Ну, на самом деле, тоже хорошо бы и то и другое сочетать, крайности плохие, но если выбирать, то все-таки скорее эпикурриец. Моногамия или полиамория? Это вопрос выбора. То есть, каждый выбирает сам. Это как раз ровно то, о чем Андрей все время говорил, что это вопрос... Человек должен понять, что он выбирает... Выбор. Выбираем выбор. Юнити или Unreal? Сейчас, наверное, все-таки Юнити. Фейсбук или Fortnite? Фейсбук пока. Нейронки или деревья? Нейронки. Умный или красивый? Ну, вот. Хотя, что и другое. Ну, да, давайте, давайте, и то и другое. Ну, хочется и то, и другое, конечно. Наука или бизнес? А, наука, я все-таки оттуда родом. Counter-Strike или Quake? Quake. Семья или работа? По факту получается, что работа, но это неуверенно, что правильно. Блокчейн за или против? Блокчейн за. Сейчас будет посложнее. Ваша жизненная кредо? Оно плохо выглядит, потому что мое жизненная кредо это получать удовольствие. А вот дальше отчего человек получает удовольствие, оно уже сложное объяснение. Но мое жить нужно в кайф. Да, вот на самом деле кредо, как ни странно, выглядит так. чего вы боитесь больше всего? Ой, предательство. Одна вещь, которую вы бы изменили в прошлом человечества? В прошлом человечества именно? Если в прошлом человечества, то, наверное, если Атлантида все-таки была, я бы ее оставил где-нибудь на поверхности. Три отличительных черты предпринимателя? Смелость, честность, изобретательность. Кто ваш пример для подражания? Черт, вот у меня в разных местах, они разные, у меня нет единого человека, у которого я учился всему. Назовите трех, которые первые приходят в голову. Первый это мой первый семинарист по Матану на физтехе Гусятников, второй это мой научный руководитель физики Владимир Юрьевич Баранов, и третий это создатель Яндекса Аркадий Голош. С кем бы из людей живых или ушедших вы бы хотели пообщаться за обедом? Ох, мне очень не хватает Илюши Сигаловича. Три совета зрителям. Неважно, молодому подрастающему поколению, которые хотят попасть в будущее. Слушайте, ну, во-первых, улыбаться почаще, не быть, не страдать звериной серьезностью. Это совет номер один. А совет номер два, не разучиться читать. То есть, это все-таки очень важный человеческий навык. И при всем моем уважении к эмодзи. И да, у нас визуальный контент, я понимаю, но все-таки продолжайте читать. Мы добавим текст. Да, продолжайте читать хоть откуда-то. И третье, не разучиться любить. Супер. Спасибо вам большое, Андрей. Былочек. Снято! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...